Этот небольшой инструмент – результат более чем века инноваций. Наш швейцарский армейский нож – действительно лучший в мире. Процветающий век цифровых технологий, швейцарский нож ведет свою историю с викторианской эпохи. С технической точки зрения он был великолепен. Этим ножом пользовались все – от бойскаутов до президентов. А в нем есть все, что нужно. Кто знает, сколько жизней он спас. А то, как он создается, столь же гениальный, как и сам этот инструмент. Добро пожаловать на знаменитый мегазавод «Виктори Нокс» в Швейцарии, где вы узнаете, как изготавливают один из величайших многофункциональных инструментов в мире – швейцарский армейский нож. Просто крутой нож. Мегазаводы. Швейцарский армейский нож. Изобретенный более века назад для солдат, этот нож является вершиной двух с половиной миллионов лет эволюции. И он продолжает развиваться, превращаясь из элемента армейской экипировки в бренд с мировым именем. Сегодня мы являемся крупнейшим производителем карманных складных ножей в мире. Бренд имеет фирменные магазины в 130 странах мира и широкий ассортимент из 260 различных моделей, включая 100 видов классического швейцарского армейского ножа. И, как и подразумевает его название, каждый из этих ножей с гордостью производится в Швейцарии. Швейцарский армейский нож однозначно должен поставляться из Швейцарии. Он должен изготавливаться в Швейцарии, потому что является частью истории этой страны. Все началось в 1884 году, когда основатель компании Карл Эльзенер открыл свое производство столовых приборов в этой небольшой мастерской. Сегодня это крупнейший центр инноваций площадью 36 тысяч квадратных метров. Добро пожаловать на знаменитый мегазавод Виктори Нокс в Ибахе, Швейцария, где мы узнаем, что нужно для создания этих карманных инструментов мирового класса. У нас нет секретов. Есть лишь простой рецепт. Мы стараемся не упускать ни малейшие детали. Карл Эльзенер представляет четвертое поколение в этом столетнем семейном деле. В чем заключается ценность нашей марки? Это качество, функциональность, инновационность, всемирно известный дизайн. Но самое важное, это, конечно, качество и функциональность. Функциональность — это ключ к всемирному успеху швейцарского армейского ножа. Потому что от швейцарского армейского ножа потребители ожидают выполнения многих функций. Звезда серии носит подходящее название. Свис Чемп. Швейцарский чемпион. Этот мультитул может похвастаться восемью слоями, двадцатью двумя инструментами и тридцатью тремя различными функциями. Он способен предложить бесконечные возможности, если вы знаете, как их найти. Начну с простого. Знаете, что это? Похоже на крестовую отвертку. Понятия не имею. Не знаю, наверное, самое большое лезвие. Думаю, это лупа. Работает. Может, им можно костер развести, чтобы что-то открывать. Очень острое. Это должна быть пила. Это ручка. Возможно, резать что-то круглое. Ветку рисует вроде того. Вилка для ногтей. Ножницы. Плоскогубцы. Не может быть. Очень прочные. Зубочистка. Думаю, это открывалка для рыбаков. С одной стороны дюйма, с другой сантиметра. Я думаю, можно винты с прямым шлицем откручивать. Здесь столько всего. И это не все. В рукоятке скрыт пинцет. И шпилька из нержавеющей стали, которой удобно прочищать различные отверстия. Отлично, попробуй. Если вы оказались вдали от цивилизации, это очень пригодилось бы. Можно выбросить все из дома и оставить только это. Я бы мечтал иметь такое. И у тысячи людей такое уже есть. Среди владельцев и бойскауты, и солдаты, и американские президенты. Возможно, они открывали ими свои самые секретные договоры и письма, которые получали. Сегодня около тысячи рабочих производят свыше 60 тысяч складных карманных ножей каждый день. Для создания одного ножа требуется 450 этапов, стремление к совершенству и четкие стандарты. Многие компании расхваливают свое качество, но здесь к нему действительно относятся всерьез. Нам необходимо контролировать каждый шаг от А до Я, чтобы дать потребителю пожизненную гарантию. Это крайне важно. За качеством следят на каждом этапе производства. Каждый месяц через этот отдел проходит от 15 до 20 миллионов деталей. Каждая деталь проходит 7 отдельных этапов. Среди них и самое сложное в изготовлении деталь. Лезвие легендарного швейцарского армейского ножа. У каждого из этих ножей есть лезвие или большое лезвие. Сейчас мы проследим за созданием одного из них от начала до конца. Изготовление каждого лезвия начинается с листовой стали. Но прежде чем использовать ее в производстве, инспектируется каждый сантиметр этого материала. Первый тест проверяет одинаковость всех рулонов стали. Затем анализируется состав металла. Затем с помощью этого прибора мы проводим точный анализ в соответствии с спецификацией. Если состав сплава неверен, это ухудшает износоустойчивость, а также стойкость к коррозии, что означает, что качество будет хуже. Вот почему требования спецификации должны в точности соблюдаться. Получив одобрение, сталь направляется на производство. Первый этап. Вырезание формы. Первоначально каждая деталь ковалась вручную. Сегодня все автоматизировано. Инструменты создаются штамп машины. Лезвие, ножницы, отвертки, детали механизма. Как и исходный металл, каждый инструмент проходит тщательный контроль качества. Ничто случайно не попадет в готовые изделия. Когда мы производим изделия, мы не приступаем сразу к продажам. Наш инженерный отдел постоянно старается улучшить его, сделать более удобным для наших клиентов. Это непрерывный цикл постоянной критической переоценки и инженерных доработок. Но улучшать нечто и так совершенная непростая задача. В нашем отделе мы получаем много запросов о вещах, вроде высотомера, например, или барометра. Мы постоянно получаем запросы о добавлении маникюрных кусачек. Для меня важным был бы фонарик. Конечно, нам приходится быть очень аккуратными с ценообразованием. Как только мы начнем встраивать электронные части, цена поднимется по меньшей мере на 10-20%. Это всегда является психологическим барьером. Я бы не стал добавлять туда всякие безделушки. Сохранил бы простоту. Нужно помнить, что целевой потребитель Свис Чемп, мужчины. Противоположным краем спектра коллективно обсуждаемых идей является страшнейшая из ересей. Не следует ли убрать какие-то из инструментов? Например, многоцелевой крючок. Он создавался в те времена, когда посылки оборачивали бечевкой. Их можно было носить на ноже, чтобы не резать пальцы. Сегодня подобное не практикуется. Или следует убрать маленькое лезвие. Наследие тех времен, когда нож использовался для исправления ошибок в тексте, написанном чернилами. Сегодня оно очень удобно для вырезания чего-нибудь из дерева или резания бумаги. Маленьким лезвием можно выполнять очень тонкую работу. Возможно, следует избавиться от шила для пробивания отверстий в коже и в дереве. Или убрать ножницы. Всегда ли ножницы будут оставаться в таком виде? Или планируются какие-либо изменения? Возможно, в пружине. Одновременно с доработкой имеющихся продуктов на заводе также изобретаются новые. Кроме сотен версий швейцарского армейского ножа компания производит также свыше 250 других карманных инструментов. И они черпают вдохновение повсюду. Хайнс Фанойф член добровольной пожарной дружины с более чем 30 годами опыта за плечами. Он также отвечает за пожарную безопасность на заводе Виктори Нокс. Так что совершенно естественным является то, что он пришел к идее нового продукта. Он пожарный. И ему требуется многоцелевой спасательный нож, с которым можно было бы легко управляться одной рукой. Поэтому он его и создал. И этот нож спасает жизни. Это для разбивания окон с помощью этой части в форме призмы я могу легко пробить отверстие в лобовом стекле, которое затем выпили специальной пилой. Водители могут использовать этот же инструмент, чтобы выбраться из автомобиля. Если я сижу в автомобиле, я могу изнутри разбить стекло этим инструментом и так выбраться из машины. Здесь есть также другие хорошие вещи, вроде отвертки. А этим можно дать стеклу последний толчок, чтобы оно отвалилось после того, как я его выпилю. Революционная идея Хайнса попала прямо в точку. Сегодня этот инструмент используется пожарными дружинами по всему миру. Для разработки новых продуктов требуется время. По той же самой причине, по какой у старых столь высокая репутация. Высокие стандарты. каждый инструмент начинается с наброска. Затем идею оттачивает мозговой штурм. Финальный концепт обретает очертания в виде компьютерного чертежа. Затем появляются прототипы. А после этого создаются детали для принятия окончательных решений. если изделие получает зеленый свет, то оказывается здесь, на производственной линии. Но сегодня через эти машины проходит не новый товар. Это классика. Лезвие швейцарского армейского ножа, за которым мы следим. Раскатанный в длину, каждый из этих рулонов стали равняется по длине пяти олимпийским плавательным бассейнам. Из одного рулона получается 8000 лезвий. Капля в море по сравнению с миллионами изготавливаем ежегодно. Здесь внутри штамп вырезает лезвие. Штамп состоит из двух частей. Матрицы и пуансона. Для соблюдения стопроцентной точности обе эти части изготавливаются здесь же на заводе. Сталь проходит здесь и выштамповывается этим устройством. Из станка выбрасывается готовая лезвия. Ничто не попадает на свалку. Обрезки отправляются обратно поставщику металла для переработки. 2500 тонн стали проходят через 15 штамповочных машин завода каждый год. Эти машины являются многофункциональными. Работники завода могут просто сменить штамп, чтобы изготовить любую часть. В противоположность распространенному мнению не все ножи, производимые на этом заводе, являются швейцарскими армейскими ножами. Определяющим фактором подлинного швейцарского армейского ножа является его длина. длина в 91 миллиметр основана на опыте. Она должна быть идеальной для того, чтобы нож помещался в карман. Он не должен быть слишком большим, но, с другой стороны, лезвие должно быть достаточно длинным, чтобы нож было удобно держать в руке и работать ему. если взять весь спектр швейцарских армейских ножей и пересчитать все различные модели, включая различия в цвете рукояток, получается около сотни разных изделий, сто моделей. Иногда различия очень невелики. Это просто продукт, но для некоторых людей это чудо, настоящий культ. швейцарский армейский нож. В цехах завода наше лезвие прошло первый этап. Оно имеет идеальную форму, но еще не стало гладким. Следующая остановка полировка, где металл встречается с камнем. Керамика, если быть точнее. Очень твердый камень. Вода смазывает камни, позволяя им свободно двигаться и смывает грязь, оставшуюся от процесса резки. этот порошок не дает деталям слепаться. Каждая деталь ножа проходит эту обработку. Идея проста, но это самый быстрый и эффективный способ полирования большого числа маленьких частей. В любой момент времени более 10 тысяч деталей принимают эту каменную ванну. Процесс занимает от 5 до 8 часов, так что одна деталь может провести здесь весь день. Камни полируют края, которые становятся очень гладкими. готовые лезвия извлекаются магнитами. Появляются и наши лезвия, отполированные до совершенства. Оно уже похоже на нож, но им пока сложно что-либо отрезать, потому что необработанная сталь слишком мягкая. Когда сталь слишком мягкая, а вы режете, например, замороженные продукты или твердый хлеб, сталь повреждается. Лезвие очень быстро тупится. Чтобы сделать его тверже, лезвие отправляют на следующий этап — закалку. в этой печи сталь становится тверже при температуре 1050 градусов. Этого достаточно, чтобы изменить молекулярную структуру металла. Ключевым элементом стали является углерод, но углерод представляет собой палку о двух концах. Чем больше содержание углерода в стали, тем она становится тверже и тем более теряет гибкость. Гибкость крайне важна. хрупкий нож легко ломается. Меньшее содержание углерода дает более прочное гибкое лезвие, поэтому крайне важен верный баланс. После штамповки, полировки и закалки наступает следующий этап производства — шлифовка и доводка. Здесь, в этом отделе, размеры поверхности доводятся до необходимых. Два диска с каждой стороны машины работают в унисон, создавая идеальные размеры. Стандарты безжалостны. Отклонения не могут превосходить две сотых миллиметра. Если превысить это значение, инструменты не подойдут друг другу в рукоятку. например, в этом ноже у вас до шести или семи лезвий. Если допуски у вас будут то такие, то сякие, вы никогда не сможете собрать нож на заклепках. Поэтому все должно быть очень точно, чтобы как следует собрать и скрепить нож. Вода смачивает лезвие, чтобы предотвратить его нагрев. Если делать это без воды, то сталь может пострадать. Если вы уроните нож на пол после этого процесса, он может сломаться. Наконец, из станка выходит знакомый инструмент. Но и это не конец его путешествия. Лезвие отправляется прямиком на заточку, где все величины выдерживаются с помощью микрометров. Сложно догадаться, но сейчас вы видите перед собой горькую иронию в металле, потому что лезвие, сделавшее компанией имя, чуть было ее не погубили. Самым сложным моментом в истории компании Виктори Нокс стали теракты 11 сентября 2001 года. Внезапно мы лишились возможности продавать наши изделия на авиалиниях и в дьюти-фри. После 11 сентября наши продажи швейцарских армейских ножей упали более чем на 30%. В один миг этот нож превратился из полезного инструмента в потенциальное оружие. Это был серьезный удар, но компания Виктори Нокс не сдалась. Когда объем производства снизился, сотрудникам была оказана помощь в трудоустройстве в другие фирмы, чтобы они не оказались без работы. А компания переключила свои продажи на растущие рынки, такие как Китай и Россия. Если взглянуть на Швейцарию, во-первых, это очень маленькая страна, и во-вторых, у нас нет природных ресурсов. Нам всегда нужно было использовать воображение, творческий подход, чтобы добиться успеха на на мировом рынке. И они подошли к делу творческим. Расширили спектр своей продукции, которая теперь включает часы, сумки для багажа и парфюмерию. Это был серьезнейший вызов в истории компании. Но целеустремленность привела к победе. Компания Виктори Нокс превратилась из узконаправленной фирмы в международный диверсифицированный бренд. И в качестве ответного удара они разработали модель без лезвия, которую можно брать с собой в самолет. 11 сентября наглядно показало нам насколько опасна может быть зависимость от одной категории продукции. Сейчас продукция фирмы продается по всему миру. Но производство этого ножа всегда остается дома. В Ибахе в самом сердце Швейцарии. В городе с населением всего в 3,5 тысячи человек, но с огромным историческим наследием. С самого момента его изобретения каждый швейцарский армейский нож был произведен в этой тихой долине. И каждый с гордостью несет на себе надпись «Сделано в Швейцарии». Эта машина маркирует каждое лезвие. Подача их под штамп занимает много времени. Но это один из самых важных этапов во всем процессе. Потому что эта печать ставится на, вероятно, самым знаменитом карманном ноже в мире. Но история кампании началась совершенно иного изделия. В конце 19 века швейцарская армия хотела получить многоцелевой нож для своих солдат. Карл Эссенер первым вызвался создать его. Однако в результате чуть не разорился. Он потратил большую часть своих денег на эту работу и чуть не обанкротился. этого удалось избежать лишь благодаря помощи родственников. После пяти лет разработок Эльзенер не только решил проблему армии. Он ввел ряд усовершенствований. Это был нож с лезвиями на обеих сторонах рукояти, которые складывались внутрь нее. Это был подлинный швейцарский солдатский нож. Настоящий технологический прорыв. Он мог похвастаться в общей сложности четырьмя инструментами. Лезвием, шилом, отверткой и консервным ножом. Консервный нож также был особенным. Сегодня банки открываются сверху, а этим срезалась верхушка банки. Шило было данью эпохи. Оно использовалось для проделывания отверстий в кожаных седлах, ремнях и ботинках. Это был идеальный инструмент. С технической точки зрения он был великолепен. Он спас компанию Эльзенера, но тот не забыл о своих благодетелях. Когда он добился успеха со швейцарскими офицерскими ножами, хоть закон этого от него и не требовал, он вернул деньги всем, кто ему помог, добавив 50% от прибыли со всеми процентами, потому что для него было важно, чтобы из-за него никто не потерял ни одного франка. изначально компания называлась по имени основателя. Но в 1909 году Эльзенер сменил название фирмы на Виктория в честь матери. В 1921 году название изменилось вновь благодаря изобретению нержавеющей стали. В прошлом ножи изначально изготавливались из стали, обычной стали, не нержавеющей, обычной. Нержавеющую сталь французы назвали иноксидабль. И в название компании она вошла как сокращение инокс. Но никто не называет этот нож ножом Виктори Нокс. Название нашей компании Виктори Нокс менее знаменита, само изделие. После Второй мировой войны швейцарский солдатский нож стал популярен среди американских солдат, размещавшихся в Европе. Официальное название ножа на немецком языке было слишком громоздким, поэтому солдаты прозвали его швейцарским армейским ножом. Никакой марки в то время не было. Это был продукт, и прозвище настолько прижилось, что в один прекрасный день так стали называть все небольшие ножи со складными лезвиями. Просто швейцарский армейский нож. Теперь это мировая легенда. Когда в любой точке мира я показываю этот нож, в джунглях, в горах, где угодно, люди знают, что это швейцарский армейский нож. Нет никого в мире, кто не знал этот продукт. Швейцарский армейский нож стал какой-то мере символом швейцарского качества и надежности и мастерства. Сегодня швейцарский армейский нож это не тот нож, что используется швейцарской армией. Тот нож называется швейцарский солдатский нож. В Швейцарии все годные экстраевой службы мужчины обязаны служить в армии. Швейцарский солдатский нож входит в их стандартную экипировку. С годами его функциональность эволюционировала. Он очень удобен, потому что сейчас лезвие можно открывать одной рукой. Оно защелкивается. Это новое введение. В 2008 году этот новый солдатский нож был принят в армии. Это особый нож с лезвием, раскрываемым одной рукой. Когда у вас на руках перчатки, например, или если одна рука занята, вы можете легко раскрыть его одной рукой. Чтобы закрыть, можно просто нажать с другой стороны и закрыть его. Вот так. В армии много времени проводишь нож в лесу. И теперь у ножей есть пила, которая не была у старого. В нем сохранены все старые инструменты, включая консервный нож. Его применение столь многофункционально, что его используют не только солдаты. Дома у нас нет других консервных ножей. В ящике лежит стандартный швейцарский армейский нож, и это обычное средство для открывания консервных банок дома. В нем есть все, что нужно. Просто крутой нож. Конечно, таким же является и популярный Свис-Чемп. А на заводе наше лезвие направляется на сборку. Но есть еще одна остановка. Склад запчастей. Эта команда по схеме случайного отбора проверяет каждую партию инструментов, прежде чем передать их на сборку. Каждый месяц здесь проходит до 20 миллионов деталей, включая элементы рукоятки. Около 30 тысяч пар этих накладок производятся здесь каждый день. Большинство из них классического красного цвета. Но компания Victorinox предлагает целую радугу расцвета. Рукоятки делают из гранул ПВХ, подаваемых в литиевую машину. ПВХ в виде гранул подается по этим трубкам в машину. Там они нагреваются и под давлением вжимаются формы. Так получаются боковины рукоятки швейцарского армейского ножа. Внутри машина также охлаждает их, и они выходят блестящими и гладкими. Готовыми к получению фирменного знака. Это для нас как звезда Мерседеса, наш логотип. Логотип насчитывает уже более ста лет истории с 1909 года, когда Карл Эзенер ввел его для борьбы с подделками. Он знал, что некоторые немецкие фирмы подделывают швейцарский армейский нож. И чтобы визуально отличаться от них, он впервые поместил крест и щит, наш логотип, и по сегодняшний день, на рукоять ножа. Сегодня даже немецкая армия знает, кому обращаться за подлинными изделиями. Швейцарская армия дала нам разрешение на продажу солдатского ножа швейцарской армии по всему миру. В отделе производства рукоятей классический логотип для швейцарского армейского ножа делается в виде металлической вставки. На других моделях логотип выжигается в ходе процесса горячего прессования. за редким исключением все изделия выходящие с этой фабрики будут нести на себе эту печать. На немецких ножах изображен овал с немецким орлом. Рукоять имеет вот такой рельеф. У голландской армии похожий нож и тоже эмблема голландской армии. Рукоятки присоединятся к инструментам в цехе сборки. Все детали сложены в четком порядке. Среди них скрывается и главная часть ножа. Самая хитроумная инновация его создателя. Это ставшая по-настоящему революционной пружина. Она заставляет лезвия открываться и оставаться открытыми, закрываться и оставаться закрытыми. Один этот механизм контролирует до трех функций ножа, сокращая требуемое место для множества инструментов, входящих в набор свисчем. Это принесло ему успех, потому что благодаря ему ножи могут быть очень компактными и иметь множество встроенных функций и при этом не оказываться слишком громоздкими. Пружина также действует как предохранительный механизм. Не нужно закрывать его полностью. Видите, мой палец остается на месте. Лезвие закрывается само благодаря пружине. В этой хитроумной пружине также кроется секрет звука швейцарского армейского ножа. Компактность ножа также определяет то, что скрепляет все его части. Во время отливки рукоятки в них делается три отверстия для заклепок. Заклепки крошечные, но, как и пружины, это нечто гениальное. Лезвие с этой стороны удерживают с этой заклепкой, с этой этой заклепкой, инструменты сзади этой заклепкой, а эта заклепка удерживает пружину между лезвиями. снижающие вес алюминиевые проставки разделяют слои инструментов. Сами накладки рукояти держатся на шпильках. Их можно увидеть вот здесь. Это нож без накладок. Они скрепляют воедино весь нож. А также являются точками крепления пластиковых элементов рукоятки в конце сборки. Теперь все части собраны воедино. Инструменты, разделители, пружины, накладки рукояти и заклепки. Их сборка выглядит простым процессом, но не многие из нас с ней справятся. Нужно много учиться. требуется большой опыт. Нельзя вот так сразу взяться за сборку такого ножа. Начинают с моделей поменьше, уже став профессионалами, переходят к сборке подобных ножей. Расположение деталей основывается на логике. Все инструменты, открывающиеся налево, расположены слева, открывающиеся направо, справа. Опытный рабочий способен собрать свист чем примерно за три минуты. После штамповки, полировки, закалки, шлифовки и сборки наше лезвие наконец оказалось там, где должно было находиться. Но оно еще не готово попасть на полку магазина. Последний этап окончательная проверка, чтобы убедиться, что все работает. Вам он может показаться выполненным на отлично, но нужен острый глаз, чтобы заметить все дефекты. Царапина, которую нужно зашлифовать, рукоятка, которую нужно подогнать. Любая деталь, которую посчитают некачественной, помечается. Высокие стандарты, простая технология. Шариковая ручка работает. Забракован. Мы следим за тем, чтобы товар только лучшего качества покидал завод. Но в руки потребителей не всегда попадают изделия наилучшего качества. Пиратство очень серьезная проблема. Каждый стоящий товар подделывают. Контрафактное производство серьезная международная проблема, которая не просто ударяет по прибылям компании. Сегодня у нас довольно серьезные проблемы с китайскими подделками. Когда выводишь на рынок инновационный продукт, минимум через год на рынке появляется китайская подделка. Они подделывают все, включая грубую подделку эмблемы. Компании, гордящейся своим швейцарским качеством, легко распознать подделку. На этой витрине фирма выпускает свой гнев. Но им также приходится разбираться с гневными покупателями, которых обманули. Эта подделка возможно вас и не обманет. Но вот это вполне способно. особенно благодаря тому, что многие подделки продаются запакованными. Это означает, что покупатель не может проверить их, открыв и закрыв. Титроумные пружины ножа не только уменьшают его размер, они помогают покупателю определить его подлинность. Лишь подлинный швейцарский армейский нож издает такой звук. Если попробовать китайскую версию, звук будет тихим, иногда лезвие даже не закрывается. Только наш издает оригинальный щелчок. Так что, если вы пришли в магазин и хотите удостовериться, что покупаете настоящий нож, лучше закрыть глаза и попробовать его вот так. Попробуйте. Кроме характерного звука, посмотрите на крест и щит логотипа Виктори Нокс. Другим признаком подлинности является надпись на большом лезвии. Тогда вы можете на 99% быть уверены, что у вас в руках швейцарский продукт. Другие компании пытались законно заработать на изобретении Карла Эвзенера, изготавливая собственные версии, но ни одной это не удалось в полной мере. Им не удавалось достичь качества, функциональности. Они всегда оставались на шаг позади. Конечно, даже этим ребятам не всегда все удается. в первую модель появляются и в первую в первую выпускавшейся компании, все 350 моделей представлены здесь, включая ножи, которые только могли пойти в серию. Это прототипы, которые не пошли в серию. Образец номер один. Модель со встроенным фонариком. Модель была создана с фонариком до появления светодиодных технологий. Не имело смысла производить швейцарский нож, в котором было 10% ножа и 90% фонарика. Поэтому в производство это не пошло. Образец номер два. Нож со встроенной рулеткой. Слишком мелкий, чтобы разобрать значение. А вот швейцарский армейский нож с расческой. Причина гигиенического характера. Лезвием ножа вы режете хлеб и сыр и тут же расческа. Совмещать это не имеет смысла. Как не имеет смысла швейцарский армейский нож с вилочкой для лука и оливок. Мы почитали это недостаточно востребованным на рынке. Или швейцарский армейский нож с картофелечисткой. Вряд ли это понадобится вам в дороге. В музее также содержатся образцы гигантомании и миниатюризации. Возможно самый маленький нож в мире это не просто кусок металла. Он действует. Это точная копия исторического солдатского ножа. Полной противоположностью является этот нож для великана, в котором более 200 функций. Носить такой на поясе непрактично. Затем наступает очередь экспериментов в сфере красоты. Рукоятки из перламутра. И подлинная роскошь. Нож с золотой рукояткой, покрытый восемью сотнями бриллиантов. Это не нож для резки хлеба и сыра. Он предназначен просто для того, кто хочет иметь самый дорогой нож. Такая роскошь может стоить около 130 тысяч евро. Но с практичностью сложно соперничать. И классический Swiss Champ прошел проверку временем. Я уверен, что у каждого швейцарца есть по меньшей мере один швейцарский армейский нож. Или больше. У меня с собой два ножа. Один тревеллер для путешественников. В нем есть часы со вторым часовым поясом. Будильник. Он показывает высоту. Тут есть барометр. Очень удобная вещь в походах. Этот нож побывал на вершине Келеманджаро. Еще мне нравится брать с собой нож серии Сигначаро, потому что в нем имеется отличный яркий белый светодиодный фонарик и небольшая шариковая ручка. Этим маленьким швейцарским армейским ножом я уже подписал несколько важных контрактов. Для тех, кто думает, что сможет прожить без такого ножа, я всегда советую людям походить несколько дней с карманным ножом, например, небольшим классическим, а после этих нескольких дней оставить его дома. Уверен, что в первый же день им будет его не хватать. Владельцы швейцарских армейских ножей могут быть фанатично преданы компании, что доказывает этот отдел предприятия. Ремонтная мастерская. Компания дает пожизненную гарантию, так что важно изготавливать безукоризненные изделия. У этого ножа нет никаких дефектов, лишь долгая история. Этот солдатский нож 1924 года, это указано здесь на основании лезвия, он принадлежит вероятно сыну, который получил его от отца, а отец от своего отца, и они хотят продолжить эту традицию, поэтому мы стараемся его починить. Некоторые коллекционируют швейцарские армейские ножи, как другие коллекционируют марки. В США существует крупнейшее в мире общество коллекционеров швейцарских армейских ножей, насчитывающее около 10 тысяч членов. У коллекционеров есть даже собственная модель. Это наша самая большая модель в ассортименте. Она скорее предназначена для коллекционеров, потому что в нее включены все детали, которые когда-либо выпускались для армейского ножа. здесь 80 различных функций, электронные функции, сменные насадки, светодиодный фонарик, все, что можно найти во всем ассортименте швейцарских армейских ножей, встроено в эту модель. Вне зависимости от сути ремонта, эта команда справится с ним благодаря пожизненной гарантии. Иногда приходится даже изготавливать рукоятки из старых материалов, потому что больше такие не выпускаются. Здесь возможно очень многое. Хотите верьте, хотите нет, эта рукоятка, которой почти 90 лет, сделана из композитного пластика. Компания начала использование этого пластика специально для своих ножей. Всего лишь одна инновация в долгой истории изобретательных нововведений. На заводе наш нож достиг конца линии. Вот наше лезвие, за которым мы следили в процессе штамповки, полировки, закалки, сборки, везде. Вот он, наш нож. лишь немногие компании способны похвастаться успехом на протяжении века. Для Виктори Нокс главная верность совершенству. И сложно найти что-либо совершение этого. Виктори по сей день это нож что надо. Программа озвучена студией ARK-TV. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова